Дорогие друзья, мы хотели бы представить вашему вниманию упражнение по речи для самых маленьких. Упражнение лучше выполнять вместе с ребенком. Для самоконтроля вам понадобится маленькое зеркальце. Начнем с артикуляционной разминки. Первое упражнение. Мы набираем воздух в одну щечку и перегоняем его в другую, как будто полощем рот. Каждое упражнение необходимо выполнять 8-10 раз. Следующее упражнение. Это конфетка. Укольчики кончиком языка, остреньким, в щечке. Следующее упражнение. Колокольчик. Следующее упражнение. Мы пробуем свернуть наш язычок в трубочку. Для этого как раз нам и понадобится наше маленькое зеркальце, чтобы себя проконтролировать. Частенько хочется помочь себе руками. Этого делать не надо. Все только силой мысли. Темп не обязательно брать очень высокий. Можно остановиться где-то в среднем или так, как вам комфортно, чтобы успевать делать это упражнение правильно. Еще разочек. Следующее упражнение. Экскаватор. Оно называется так потому, что мы делаем наш язычок похожим на ковш экскаватора. Необходимо язычок сначала расслабить, потом подогнуть его края. Ну и соответственно, чтобы он выглядел как ковшик. Частенько ребята разгружают этим ковшиком конфеты, леденцы. Еще раз посмотрим. Все эти упражнения помогут нам хорошо справляться со звуками Р, Р, Ч, Щ, Ж, З, С. Упражнение лягушонок. Сейчас мы будем высовывать язычок, остренький язычок, довольно далеко и интенсивно. Так, как это делают лягушаток, когда ловят какую-нибудь свою добычу. Еще раз повторюсь. Темп можете брать любой такой, какой вам удобно. Упражнение поцелуйчик. Сворачиваем наши губки в поцелуй. И делаем поцелуйчики. Отправляем поцелуйчики нашим мамам. Делаем трубочку и говорим звук У. Потом расплываемся в улыбке и говорим звук И. И все это чередуем. У, И, У, И, У, И, У, И, У, И, У, И. И упражнение лошадка. Выполняется оно следующим образом. Мы присасываем язык к верхнему небу, а потом резко опускаем его вниз. Хорошо процокать, например, какое-то стихотворение или песенку, или кричалочку. Следующее упражнение – грибок. Упражнение выполняется так. Мы тоже присасываем язычок к верхнему небу. Потом широко открываем рот, чтобы уздичка языка натянулась. Получается грибок. После этого мы можем сделать лошадку. Упражнение «грибок» помогает тоже для того, чтобы точнее произносить звуки Р, Р. В основном для них и для того, чтобы сделать уздичку языка более гибкой. Попробуем кончиком языка достать до носа. Это получится не у всех, но стремиться надо. Когда мы выполняем это упражнение, считаем до 10. Потом то же самое пытаемся сделать с подбородком. Дотянемся до него. И тоже считаем до 10. Заводим машину. Непременно начинаем с Д. Потом следующий звук. Идет Р. Сейчас у ребят с этим очень сложно, потому что зубы меняются. Но мы будем стараться, и я думаю, все получится. Итак, упражнение. Др-др-др-др-др. Хорошо помогать себе рукой. Это были упражнения для артикуляции. Для того, чтобы добиться результата, для того, чтобы у нас было слышно, понятно, что мы говорим, надо упражнения выполнять минимум один раз в день. Следующее занятие у нас будет посвящено дикции. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин